Здравствуйте, уважаемые телезрители! Вы смотрите новости в эфире телеканала ТДК-42. В студии Сергей Уланов и в начале выпуска коротко о главном. До семи лет лишения свободы грозит главному механику и районному руководителю Астана Суарнасе. В результате следственных мероприятий в связи с гибелью четверых рабочих установлена виновность должностных лиц предприятия. В районах Западно-Казахстанской области приостановлена выдача земли под развитие бизнеса. В чем причина? Уральцы отказываются переселяться из ветких двухэтажек. Люди не могут договориться с застройщиками об условиях переселения. Новости столицы. В связи с гибелью в Нур-Султане четверых рабочих задержаны руководители коммунального предприятия Астана Суарнасе. В результате проведенных следственных мероприятий установлена виновность должностных лиц предприятия. По данному факту, водворены в ВВС департамента полиции двое руководителей Астана Суарнасе. Главному механику и районному руководителю Астана Суарнасе грозит до семи лет лишения свободы. Напомним, четыре человека погибли на работе. Один из них упал в колодец, остальные пытались ему помочь. Трагедия произошла за дворцом школьников. Эта частная территория принадлежит Федерации футбола. Погибшие работники Астана Суарнасе демонтировали недействующую канализационную насосную станцию. По данным следствия, рабочие погибли именно из-за того, что колодец был не рабочий, и они пренебрегли средствами безопасности. При производстве в этот день ремонтных работ, работы проводили по демонтажу данного колодца, до обеда проводились работы без каких-либо ресторатов, либо противогазов, потому что проводится демонтаж нерабочего колодца. Глубина колодца 10 метров, заполнен жидкостью на 3 метра. Вокруг него распространяется зловонный запах. Известно, что одному из мужчин стало плохо. Он, вероятно, отравился метаном, потерял сознание и упал в резервуар. Остальные трое один за другим спустились в колодец, чтобы помочь товарищу, но тоже погибли. На поверхности остались водитель аварийной машины и один из сантехников. Они позвонили в скорую помощь, а те, в свою очередь, передали информацию ДЧС. По данным следствия, руководители погибших виноваты в том, что неправильно провели инструкции. Механик находился на месте происшествия, организовывал работу. Второй руководитель районного подразделения данного коммунального предприятия непосредственно имеет отношение к поручению этих работ и ненадлежащих районный инструктор. Самому молодому погибшему было 24, самому старшему – водителю – 52. Тела извлекли с помощью водолаза и передали пожарным. Одного из рабочих, получивших отравление, удалось откачать. Он уже выписан из больницы. При этом в Астанасу Арнаса заявили, что все четверо были одеты в спецодежду и имели все средства защиты. Там предполагают, что под конец рабочего дня, это было около 4 часов вечера, рабочие попросту сняли респираторы, после чего и отравились метаном. В Казахстане предлагаются инновационные гранты для предприятий и возмещения части затрат на развитие кластеров. И главное – вам вернуть деньги, если вы купите инновации за рубежом. Об этом стало известно на форуме в столице под названием «Производительность труда». Ведь инновации – это гарантия успеха, тем более, когда вы покупаете высокие технологии под ключ. Подробнее расскажут наши столичные корреспонденты. У Казахстана есть цель – войти в топ 30 развитых стран. Сразу после кризиса 2007-го был разработан ряд госпрограмм по развитию несырьевой экономики. Это индустриализация, агробизнес, приватизация. Но почему мы топчемся на месте? Ранее пример искренне удивлялся и задавался вопросом, почему новые заводы не влияют на рост производительности труда. Экономисты полагают, что у Кабмена до сих пор были сбиты прицелы. Поэтому теперь предлагается ряд льгот для предприятий. Возврат средств сейчас возмещается от 30 до 50% на транспортировку. И до 50% возмещаются затраты экспортеров, связанные с продвижением экспорта. Это реклама, содержание складов, сертификация и еще ряд расходов. Здесь же изучили японский опыт, даже сделали спецдоклад. Там, как в советские времена, в цехах бросаются в глаза доски почета. На каждой из них портреты передовиков труда. Только в отличие от Союза, там платят большие зарплаты и бонусы. Ведь инноваторы снижают себестоимость товара. В Японии чаще предпочитают строить небольшие заводы, а не огромные конгломераты. Вместо разработки новых технологий, японские промышленники покупали лицензии. Чаще всего у фирм США. Ведь там 5000 инновационных фирм. В Казахстане также предлагаются похожие меры. Что вам понравилось из этих нескольких предложений? Там их три-четыре? Да. Грант понравился или что там? Грант, наверное. Или возмещение денег? Возмещение затрат на технологические решения. То есть существуют в мире достаточно продвинутые ноу-хау, которые на сегодняшний день в Казахстане нет. Или они есть, но принадлежат иностранным компаниям. Вот простой пример из книги, почему одни страны бедные, а другие богатые. Но Галис – это город, разделенный границей между Мексикой и США. В Мексике люди бедные, в США богатые. Хотя живут в одном городе. Почему? Потому что в США стимулируют бизнес, что позволяет наилучшим образом использовать таланты тружеников. В США даже грузчики получают 800 тысяч тенге в месяц, потому что они производят товар более дорогой, чем в Мексике. А высокие зарплаты граждане уже тратят на экономику своей страны, тем самым обогащая страну в целом. Как говорится, и волки сыты, и овцы целы. Боржанжи Ахмед Ахмедер Ильясов, столичное бюро ТДК-42. Новости региона. Уральцы попрощались с бывшим Акимом западного региона Алтаем Кульгиновым. В столицу чиновник уехал в день своего назначения на новую должность. Теперь он Аким города Нур-Султан. На посту главы Западно-Казахстанской области Алтай Кульгинов был чуть больше трех лет. Под его руководством было сделано достаточно много. Отремонтированы дороги, построены школы и медучреждения. Капитально реконструировали мост в районе депо и начали строительство моста в районе завода Омега. Все те, с кем в течение этих трех лет работал Алтай Кульгинов, находясь в аэропорту, выразили слова благодарности. Люди не скрывали, что им грустно расставаться с таким Акимом. Жаль вас отпускать. Вы, знаете, из Казахстана родились на юге, работали на западе, уходите в далекое большое плавание. Большому кораблю большое плавание. Я хочу сказать спасибо вашим родителям, вашей маме, что вы питали такого сыночка. И вот я как мама тоже, я хочу пожелать вам всего хорошего, чтобы вам хватило терпения, чтобы успех вам сопутствовал. А мы будем гордиться, что работаем под вашим руководством. В районах Западно-Казахстанской области приостановлена выдача земли под развитие бизнеса. Причиной этого стало отсутствие генеральных планов развития территории и проектов детальной планировки. Вопрос вынесли на обсуждение членов Совета Палаты предпринимателей. Наши корреспонденты продолжат тему. Согласно сведениям специалистов, большая часть территории области не имеет планов детальной планировки. Так, например, в Акжаикском районе из 51 населенного пункта только 22 имеют генеральные планы. В Боке-Урдинском районе из 22 населенных пунктов генплан имеет только один. Кроме того, значительная часть действующих генпланов и проектно-смертных документаций изготовлены и утверждены в 60-х-90-х годах прошлого века и на сегодняшний день устарели. Отсутствие этих документов – серьезная преграда для строительства объектов бизнеса, заявили участники совещания. Как будет учитываться здесь интересы бизнеса? Потому что то, что мы видим, как планирует сейчас ПДП в тех или иных районах города, там пятачка не найдешь. Либо это надо изначально с застройщиками говорить о том, чтобы первые этажи, допустим, да? То есть системная работа, чтобы бизнес нашел себе место, площадку для развития. В Уральске проектно-смертной документации отсутствует у ряда объектов, построенных бизнесменами, заявляют специалисты Управления государственного архитектурно-строительного контроля. Объект строится и принимается собственником, зачастую без положенных планов и разрешений. У нас уйма жалоб на такие дома, которые те же самые жильцы приобрели дом у застройщика, потом недовольны этим домом в связи с тем, что нет нормальных условий для жизнедеятельности человека, нет спортивных площадок для детей, нет, допустим, элементарных условий площадок. Однако жильцы, я многим объясняю, что перед покупкой нужно смотреть всю документацию. Многие покупают на стадии строительства. Все прекрасно знают, и мы с прокуратурой эти вопросы. Далевое строительство под многоквартирные дома, под этот закон, не подпадает. Опять же, те же самые предприниматели уходят, во-первых, от изготовления проектно-сметной документации полностью во всем объеме проведения экспертизы. Это касаемо не только объектов, допустим, жилых домов, это касаемо полностью переоборудования, допустим, один объект под другой объект. Это не гарантирует, опять же, качественной жизнедеятельности, и только я могу еще добавить безопасность в дальнейшую эксплуатацию этих зданий. Представителям Управления государственного архитектурно-строительного контроля было внесено предложение создать комиссию совместно со специалистами архитектуры и провести рейд по проверке объектов строительства. Еще одним важным вопросом в ходе Совета предпринимателей стала проблема утилизации мусора. Ситуация с полигоном твердобытовых отходов никак не разрешится. Огромный, неперерабатываемый участок с отходами уже представляет экологическую угрозу для жизни населения. Из 318 полигонов ЗКО только 247 имеют разрешение Акимов на отвод земельных участков. Кроме того, по результатам аэросъемки в области зафиксировано порядка 500 стихийных свалок. Состояние полигонов ТБО в Западно-Газахстанской области в районах полигонами ТБО называют поселковой свалкой. Никаких проектных документаций по строительству данных объектов никогда не было. Полигон представляет собой участок земли, зачастую даже не огроженный и не обвалованный. А с 1 января 2021 года вводится запрет на захоронение пищевых и строительных отходов. Согласно статье 299 экологического кодекса, вообще в области должны быть 3 вида полигонов. Полигон класс опасности номер 1, 2, 3. То есть полигон для опасных отходов, полигон для неопасных отходов и полигон для твердопутовых отходов. То есть у нас действующий полигон ТБО даже сейчас не соответствует экологическим и санитарным нормам. Возникает много вопросов. Например, куда девать пищевые отходы с началом действия запрета. Сжигать запрещено. Специалисты считают, что для разрешения проблемы необходимо передача объектов в конкурентную среду. Но пока все остается на том же месте. Марина Горбук, Наруан Кунашев, Рустам Джумашев, ТДК-42. В Уральске убирают незаконно установленные торговые павильоны. Их вывозят за пределы областного центра. Об этом сообщили в городском отделе предпринимательства. Один из киосков, расположенный в районе сити-центра, вывезли на временное хранение в полигон Асан. Работа в данном направлении будет продолжена. Сотрудниками дорожно-эксплуатационного предприятия был демонтирован торговый павильон по проспекту Евразия. Он был установлен без соответствующего разрешения. Владелец привлечен к ответственности по статье 136 КОАП РК «Нарушение права государственной собственности на землю». В Уральске на месте ветхих двухэтажек запланировали строительство десятиэтажного дома по программе государственно-частного партнерства. Но несколько семей наотрез отказываются покидать свои квартиры. Люди говорят, что не смогли договориться с застройщиками об условиях переселения. Тем временем уже начат демонтаж зданий. Двухэтажные дома по проспекту Евразия 244, 246 и 246 дробь 1 уже давно обветшали. В одном из зданий даже обрушился потолок в коридоре. Было принято решение расселить дома, а на их месте построить новую многоэтажку. Был определен застройщик Теота Скала Трансгаз, но строители не смогли договориться с жителями. На свой ремонт, встроенную технику и мебель я хочу хорошие квадраты, потому что я теряю свои деньги, свой труд. Она сказала, хорошо, да, я вижу, у вас хороший ремонт, да, это стоит. Через два дня она сказала, шеф отказался, его не устраивает, и он вам будет давать так же, как и всем. И переезжать не хочу. Но они говорили, если вы не согласитесь, мы вас признаем аварийными, потому что у нас есть связи в Акимате. И чтобы вы не делали, это бесполезно. Мы сделаем все. Юриста сказала, здесь во дворе слышали соседи, вот в частности Наталья идет соседка. Она сказала, мы с Тамарой будем поступать по жесткому. Тамара Глоб показала свою квартиру. Она небольшая, но отделана по ее вкусу. Я здесь сделала ремонт. Все стройматериалы привозила с Самары, с Российской Федерации. Обои подбирала, мебель. Я даже сейчас ее не смогу отсюда вытащить, потому что я встроила в прихожий кухонный шкаф. Здесь я сплю. Двери я меняла, подбирала по цвету. Это у нас кухня, она как бы идет в зал студии. Встроенная техника, мебель, привезенная тоже в Самары. Кухня, купленная за 380 тысяч. Также здесь у меня душевая, туалет, окна, шумоизоляции. Наталья Щербакова владельца трехкомнатной квартиры в соседнем доме. Женщин также не согласны с предложенными ей условиями. Мы проживаем на пороховой бочке, получается, последние полтора месяца. Две семьи выехали, остальные не выехали. Люди, кто... Каждому они врали, эти застройщики или кто. То, что каждому говорили, что... Значит, все согласны, кроме тебя. Каждому подходили и так же всем говорили. Мы, конечно, я ни договора не видела, я ничего, ни согласия не давала, ничего не подписывала. В доме 244 за последние два дня дважды произошел пожар. Некоторые жильцы уже съехали и здание начали демонтировать. Программа государственного частного партнерства решается путем переговоров. Это трехсторонний меморандум и согласие, 100% согласие жильцов. Если 100% согласия жильцов не будет, то как бы и реализовать государственное частное... Программу государственного частного партнерства не будет иметь возможности. Юристы компании-застройщика отметили, что переговоры с жителями были проведены успешно, хотя документов не предоставили. Если жители, значит, не хотят съезжать, тогда КНТ «Ситистрой» застройку производить не будет. Демонтаж идет там, в тех домах, где жители дали 100% согласие. Отметим, что программа ГЧП стартовала в Уральске в 2015 году. Она призвана избавить город от аварийного жилья. В ближайшее воскресенье в Казахстане свой профессиональный праздник отметят медработники. В нашем понимании медики – это те люди, которые работают в поликлиниках и врачебных амбулаториях. Но есть еще специалисты с медицинским образованием, которые работают в других местах. Наши корреспонденты посетили национальный центр экспертизы и своими глазами увидели, какая работа проводится в лабораториях. Пожалуй, нет на свете профессии, значение которой в жизни человека играет большую роль, чем профессия врача. Именно медицинские работники помогают выявить по симптомам и в ходе обследования заболевание, определить его характер, выстроить схему и методы лечения, а также провести это лечение. В вирусологической лаборатории и национального центра экспертизы также трудятся люди с медицинским образованием. Здесь проводят обследование больных с энтеровирусной инфекцией, сирозным менингитом, корью, краснухой и другими заболеваниями. Также обследуются здоровые дети на здоровье носительства интервирусов и проводится изучение иммунитета к полиомиелиту. Также проводится лаборатория на зоне интервируса с объектов внешней среды. Это вода открытых водоемов и источная вода. Также здесь есть радиологическая лаборатория, где проводят исследования воды, почвы, пищевых продуктов и строительных материалов. А вот в бактериологической лаборатории исследуют воздух, предметы обихода и медицинские инструменты. Также мы проводим исследования на кишечные группы инфекции, на воздушные капельные инфекции, такие как дифтерия, коклиш, менинголкокковая инфекция. Проводим забор материала и исследования от людей. Это на дисбактериоз кишечника. А также мы проводим исследования, тоже материалы от людей. Проводим исследования мазок из Дева, на стафилокоп, на патогены. Также идет на клинический материал от людей, на идентификацию микроорганизмов и чувствительных скромов. Высокий профессионализм медицинского персонала, оснащение учреждений здравоохранения современным оборудованием. Признаки успешного развития медицины и качества медицинских услуг в стране. Олег Великий, Мирбуладжига Паров, Рустам Джумашев, телеканал ТДК-42. Сотрудники силовых структур со всего Казахстана выявляют сильнейшую команду на стадионе имени Петра Таяна. Там сегодня стартовала межведомственная спартакиада физкультурно-спортивного общества «Динамо». Правоохранители соревнуются в президентском новговорье. В Спартакиаде принимают участие команды департаментов полиции, департаментов чрезвычайных ситуаций, Национальной гвардии, пограничные службы КНБРК, комитет уголовно-исполнительной системы, специализированные службы охраны, госдоходов и Минобороны. Первенство оспаривают 16 областных департаментов полиции. В программе спартакиады стрельба из пистолета, бег на спринтерские средние дистанции, плавание и метание гранаты. В составах команд принимают участие молодые сотрудники и опытные спортсмены. Вот эти соревнования на этой благодатной именно западно-казахстанской земле. Вот сюда, даже несмотря на то, что сейчас обстановка, вы знаете, там, выборы туда-сюда, приехало очень много людей. Значит, если мы говорим из 17-18 именно департаментов, приехало 15. По истечению вот этих спартакиады мы подводим итоги, вот, награждаем ведомство уже. Итоги спартакиады подведут в субботу, 15 июня. Роман Копняев, Айбулат Жигипар Александр Грабарев, ТДК-42. Рассрочку без процентов объявляет магазин электроники и бытовой техники «Мечта». Только два дня, 14 и 15 июня, всех покупателей ждут низкие цены, огромный ассортимент товаров и возможность оформления выгодной рассрочки. Только два дня, 14 и 15 июня, в магазине электроники и бытовой техники «Мечта» можно приобрести товар в рассрочку до двух лет. Всех покупателей по-прежнему ждет большой ассортимент товара, кондиционеры, холодильники и холодильные камеры, газовые плиты, стиральные машины, водонагреватели, телевизоры, компьютерная техника, телефоны и айфоны. Также в мечте большой выбор пылесосов, утюги и ряд незаменимых предметов для кухни, микроволновые печи, мясорубки, чайники, мультиварки и другая полезная бытовая техника. Уважаемые жители и гости города, сеть магазинов «Мечта» рада сообщить вам о рассрочке «Каспи-Жма». Только два дня, с 14 по 15 июня, включительно, вас ждут самые низкие цены, огромный ассортимент товаров и возможность оформить все это в рассрочку до двух лет. Приходите, мы будем рады вас видеть. Только два дня, 14 и 15 июня, не упустите шанс сделать выгодную покупку. Магазин электроники и бытовой техники «Мечта» ждет вас по адресу улица Курмагаза, 69, в районе Центрального рынка и Сарамодатова, 10, дробь 1. Уважаемые телезрители, на этом наш выпуск подошел к концу. Ищите еще больше полезной и интересной информации на наших страницах в социальных сетях и на сайте tdk42.kz. Спасибо за внимание. Для вас работала информационная служба новостей телеканала ТДК-42. Мы всегда рядом. Спонсор прогноза погоды – магазин «Дом жалюзи». Магазин «Дом жалюзи» – мы создаем красоту вашим окнам. Наши адреса – проспект Евразия, 87, телефон 26-94-42, а также Шолохова, 33, телефон 52-66-08. Субтитры создавал DimaTorzok Спонсор прогноза погоды – магазин «Дом жалюзи». Магазин «Дом жалюзи» – мы создаем красоту вашим окнам. Наши адреса – проспект Евразия, 87, телефон 26-94-42, а также Шолохова, 33, телефон 52-66-08. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok